Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Ольга Крайль, спасибо. Слышите и видите, коллеги. Давайте еще протестируем связь, как у нас дела обстоят с ней, чтобы нам не отвлекаться во время вебинара, а спокойно работать и, возможно, разобраться в тех вопросах, в которых были какие-либо сомнения или которые, может быть, волновали вас в последнее время. Так, только Ольга Крайль меня видит и слышит. Коллеги, видите, слышите? Чат, ждем. Просто я должна убедиться в том, что у нас все хорошо со связью. Так, ну, если будут какие-то проблемы, пожалуйста, пишите в чате. Если будут какие-то вопросы, то же самое пишите в чате. Я постараюсь следить одновременно за чатом тоже. Поэтому более не будем задерживаться. Приступим к работе. Тема сегодняшнего вебинара – управление образовательной деятельностью и методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. И я сегодня буду вести этот вебинар. Меня зовут Ольга Геннадьевна Проказова. Я директор по развитию Международной академии в учреждении профессиональной подготовки, кандидат в педагогических наук. Ну, вот здесь вы видите еще и информацию о том, что я заместила председателю Невской образовательной ассамблеи. Если есть ее члены, участники, я тоже рада приветствовать. Но тем не менее, возвращаясь к теме нашего вебинара, я хотела бы подчеркнуть первое слово – управление. То есть все мы, я надеюсь, в практике, все уверены в том, что мы знаем и понимаем, зачем мы приходим на работу в своеобразовательную организацию, чем там необходимо заниматься, будь то работа педагога, работа воспитателя, работа заведующая, работа методиста и так далее и тому подобное. Но вот для менеджеров я хотела бы сказать, сказать, что важно не только знать суть своей профессиональной деятельности, но и важно понимать основную функцию этой деятельности. Любой процесс нуждается в управлении. Но к управлению я вообще как бы отношусь по-особому серьезно, поскольку и обучалась менеджменту, и очень долго сама занимала различные должности, в системе управления образованием, и работала и завучем, и директором, начальником управления образованием, деканом и так далее. Поэтому я вам прикрепила в материалы еще одну презентацию по менеджменту, и менеджменту специфическому, по менеджменту в образовательной организации и его роли в повышении качества образования. Потому что сегодня, тогда, когда мы говорим про управление в системе образования, мы подразумеваем повышение его качества. Это закреплено и другими документами федерального, регионального уровня и так далее. И на это уделяется очень много внимания. Почему? Потому что мы с вами знаем, не всегда хороший учитель, хороший педагог, хороший воспитатель может стать хорошим руководителем, хорошим старшим воспитателем, хорошим заведующим. И наоборот, не всегда хороший заведующий может реализоваться как высококлассный воспитатель, педагог, другой иной педагогический специалист в дошкольном образовании. Поэтому для вас я предлагаю информацию просмотреть в этой презентации. Вы можете использовать ее на своих внутрикорпоративных семинарах, педагогических советах, иных мероприятиях, для повышения качества работы и повышения своего профессионального мастерства. Поэтому, скажем так, я ухожу от этого управления, а перехожу опять, собственно, к теме нашего сегодняшнего разговора. Это управление образовательной деятельностью и методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с ГОСДО. Дело в том, что мы уже сказали, что управление любым процессом связано с повышением качества. Так вот, с вступлением в силу 273-го федерального закона об образовании Российской Федерации, дошкольное образование получило как бы иной статус, статус первого самостоятельного уровня общего образования. Хотя мы знаем, что до этого закона оно как бы находилось за рамками общего образования и тем самым, мне кажется, несколько обижало наших дошкольников. Вот в связи с новым законом и в связи со стандартизацией дошкольного образования вот этот симбиоз приобретает особую актуальность. Почему? Да потому что федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, он представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Если раньше, ну вот я как мама двоих детей, ну что, я думала, что в детском саду за ребёнком присмотрят, ребёнка накормят, вовремя обратят внимание на его состояние здоровья, поиграют с ним, сказку расскажут, ну то есть займутся его развитием, да, каким-то, ну и вот вроде бы такая вот очень комфортная, приятная камера хранения для ребёнка на целый день, пока родители работают. То сегодня, сегодня мы понимаем, что функции дошкольного образования, они изменились, стали более серьёзными и несут более серьёзную ответственность, поэтому вот здесь отношение абсолютно поменялось как со стороны работников системы дошкольного образования, так и со стороны родителей. Недаром сегодня говорится о более серьёзном, тесном взаимодействии с родителями, и не только взаимодействии, но и обучении родителей, потому как необходимо развивать ребёнка, не просто воспитывать, развивать. Поэтому предметом регулирования стандарта являются отношения в сфере образования, которые возникают при реализации образовательной программы дошкольного образования. Ну и, собственно, руководителю, управленцу, воспитателю, методисту, собственно, необходимо для того, чтобы управлять этим образовательным процессом, собственно, знать, что, зачем, почему и как. Ну, прежде всего, наверное, мне хотелось бы сказать, что все специалисты в дошкольном образовании должны быть профессионалами. Любое дело можно организовать с наилучшим результатом, если, если хорошо знать своё дело, быть профессионалом, если знать возможности людей, с которыми мы взаимодействуем, работаем, их творческую направленность, профессиональную зрелость каждого сотрудника, то есть использовать каждого сотрудника, каждого специалиста, каждого работника полное значение. Поэтому сегодня, скажем так, в условиях полной стандартизации, да, и профессиональных стандартов, и образовательных стандартов мы должны использовать все эти средства для того, чтобы. А для чего, собственно? Для чего нам необходимо такое вот, необходимо такое знание? Для чего нам необходимо знать до мелочей, до деталей то, чем мы занимаемся, то, чем мы руководим? Руководим ли мы образовательным процессом в группе? Руководим ли мы образовательным процессом на уровне организации? Руководим ли мы образовательным процессом, включая туда всех участников этого процесса, в том числе и родителей, детей и коллег? То есть зачем нам все это надо? Зачем нужны профессиональные стандарты? Зачем нужны образовательные стандарты? Так вот, главная задача в деятельности дошкольных образовательных организаций в связи со стандартизацией образования является обновление качества, его доступность этого самого образования, причем доступность не только, скажем так, для разных категорий детей, но и доступность в плане территориального характера, где бы не жил ребенок, где бы он не учился, где бы он не образовался, он должен получить качественное образование. Ну и, конечно же, стимулирование восприимчивости системы образования к запросам потребителей образовательных услуг. То есть здесь мы тоже самое можем отметить, что качество образования нужно не только конкретно ребенку, но это нужно и обществу, поскольку ребенок вырастает в, скажем так, полноценного члена этого общества, да, но и, конечно, выработки требований качества образования, потому что сколько бы мы ни говорили о качестве образования, о повышении качества образования, до сих пор каких-то четких, единых подходов к определению качества образования нет. Если в школе это оценки, это результаты ЕАИВ, то в детском саду, ну, скажем так, наличие каких-то занимаемых мест в каких-то конкурсах, будь то профессиональных, будь то конкурсов для детей, это не есть по-настоящему качество образования, поэтому здесь еще тоже необходимо работать, необходимо разбираться, необходимо исследовать, не осознавать. Ну, так вот, продолжая разговор, мне и хотелось бы, скажем так, привлечь ваше внимание к тому, а, собственно, для чего все это делается? Это делается не для чего, а для кого. Все это делается для ребенка, и мы с вами это прекрасно понимаем. и вы понимаете, зачем вы идете на работу, а точнее сказать, к кому вы идете на работу, к детям. Так вот, что говорят дети, зачем они приходят к нам в детский сад? Они приходят для того, чтобы стать темными. Умным нужно, чтобы любоваться планетами и запретать что-нибудь новое. Можно было вспоминать что-то, может, кто-то забыл, и, возможно, напомнить. Умные люди, они добрые, они все знают. Для чего людям нужно быть умными, чтобы люди были отличниками, везде, чтобы они хорошо везде учились, чтобы они не попадали в разные ситуации. Знания можно было в разных местах, в игрушках, в сказках, чтобы мультики смотреть. А еще воспитатель может много интересного знать. «Если б мы ничего не знали, мы жили в пещерах». Глупый человек не может стать врачом, космонавтом, чтобы учиться на пятерке, чтобы стать хорошим человеком, всем помогать. умным, чтобы мозги развивать, книжки сочинять, поэзию. еще, вылечить маму и бабушку, если они заболеют. Чтобы потом вырасти и всем рассказывать по-своей знания, чтобы кармин воспитывать я так. Умные люди любят своих родителей, они их никогда не обидят. Умные люди помогают стареньким и хорошо себя ведут. Редактор субтитров Маш, не могу. Нежелание, это для вас. А, вот это выключительный воздух. А, включительный воздух. Ну вот, собственно, уважаемые коллеги, наши потребители нам и ответили, чего они ожидают и что они хотят получить от системы общего образования. Ну вот, сегодня, конечно, идет становление новой системы дошкольного образования. И хотя мы с 1 января 2014 года активно внедряем федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования во все образовательные учреждения страны, все равно мы сегодня не можем до конца констатировать тот факт, что это внедрение прошло успешно, что, скажем так, федеральные государственные стандарты стали основополагающими в работе каждого педагога, что действительно качество образования повысилось, достигло 100%. Конечно же, мы не можем это утверждать. Но все эти нововведения, они, скажем так, стали серьезной стартовой площадкой для развития системы образования и, конечно же, для развития самых главных участников – это педагогов. И уверена, что и еще более главных участников – это детей. Поэтому мы должны понимать, что любое инновационное действие, оно должно быть, если оно исполнено федеральными законами, оно должно быть исполнено и сопровождаться нормативно-правовой базой. Это тоже необходимо знать управленцам. Да и не только управленцам. Простым педагогам тоже необходимо это понимать, что мы творим не то, что хотим, а то, что нам предначертано. Итак, обязательно к исполнению нормативно-правовой базы системы дошкольного образования прежде всего – это Конвенция ООН о правах ребенка. О каких правах ребенка? О тех правах ребенка, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Это самое главное право – право на образование. Какой бы ребенок ни был. Поэтому сегодня еще одни инновационные процессы происходят. это инклюзивное образование, инклюзивные практики и так далее и тому подобное. Также основополагающим отраслевым законом для всех работников системы педагогического образования является закон образования в Российской Федерации номер 273. Естественно, нормативным и серьезным документом является федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Почему? Потому что мы с вами чуть позже разберемся, о чем он нам говорит и к чему он нас обязывает. Ну и, конечно, для более серьезного методического осмысления понимания собственно педагогической деятельности существует порядок организации и осуществления образовательной деятельности, которая зарегистрирована на юриде 26 сентября 2013 года. Ну и, говоря об условиях, об изменившихся условиях, соответственно, изменились и санитарно-эпидемиологические требования. К чему? К устройству, содержанию, организации работы в дошкольных организациях. Я не открываю для вас Америку. Я еще раз акцентирую внимание на том, что мы с вами должны понимать суть, разобраться в каких-то сомневающихся вопросах и систематизировать свое знание, а стало бы свою педагогическую деятельность или функцию руководителя. Поэтому идем дальше. Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на развитие дошкольного образования в Российской Федерации. Ну и прежде всего, конечно, как мы поняли из ролика, он работает на развитие маленького ребенка. Основная же задача дошкольного образовательного учреждения и дошкольной образовательной организации это создать такие условия, при которых ребенок не просто развивается, но еще и полноценно проживает дошкольный возраст. Ну и самое главное, это, скажем так, педагогическая задача, это его переход на следующий уровень образования. Что ни говорите, а дошкольное образование все-таки должно способствовать мотивации ребенка на дальнейшее обучение. Специфика дошкольного возраста такова, что достижение детей дошкольного возраста определяется не суммой каких-то конкретных знаний, но не только знаний, но еще и умений, навыков, так называемых зумных, которые приобретали с помощью нашей любимой и излюбленной технологии «Делай как я», а куда без нее. Но еще и наиболее значимое отличие дошкольного образования заключается в том, что в детском саду нет той жесткой предметности, как, например, в школе или в ВУЗе или в среднепрофессиональном образовательном учреждении. Образовательный процесс, он больше носит такой интегративный характер, интеграция различных, скажем так, предметных областей. Но еще и в дошкольном образовании не предъявляются жесткие требования к результатам освоения программы. Вот если в школе и далее в образовательных организациях существует система оценивания, то здесь, конечно, такие требования не предъявляются. Хотя я знаю от практиков, что есть попытки оценивания, приучения, ну это, скажем так, разговор другой дискуссии, да, и вопрос другой дискуссии, да, нужно ли, не нужно ли какими-то иными средствами оценивать деятельность ребенка. Я думаю, что об этом мы можем поговорить на наших других встречах. А сейчас мы еще раз, повторяю, определяем суть и сущность того, того, что, чем необходимо управлять в дошкольной образовательной организации, это образовательный процесс. Значит, мы должны разбираться, собственно, что же есть, из чего он состоит и с чем его употребляет этот самый образовательный процесс. Коллеги, я вам буду благодарна, если в ходе нашей беседы с вами вы будете отвечать на мои вопросы, вы будете задавать свои вопросы, а может быть, даже какие-то вставлять комментарии, реплики, это всегда оживляет беседу, это всегда, скажем так, стимулирует автора вебинара на, скажем так, более открытый, откровенный разговор, более такой вот комфортный. Поэтому федеральный государственный образовательный стандарт, он ставит во главу угла индивидуальный подход к каждому ребенку. Почему? Потому что у нас задача с вами, уважаемые дошкольные работники, не в том, чтобы выпустить группу детей из детского сада, а задача в том, чтобы выпустить каждого ребенка, каждого ребенка, сохранив его индивидуальные особенности. А в чем они проявляются? Ну, они проявляются именно в самоценности дошкольного детства, где, в общем-то, и сохранять сама природа дошкольника. Это очень важно. Я в ходе своей диссертации, диссертация у меня была связана с развитием детской одаренности, сталкивалась с такими цифрами, что в детский сад дети приходят, скажем так, в пределах 93% с какими-то выраженными способностями, ну и, конечно же, достаточно большой процент одаренных детей. В первом классе этот процент почти сохраняется, но уже, скажем так, за минус 10-15%. То есть 10-15% ребенок уже вот этой самоценности теряет в дошкольном образовании. Ну, а из школы за столько-то лет вообще уже выходит, грустно называть этот процент, да, 7-5% детей с ярко выраженными способностями и отдаленностью. То есть вот почему возникают постоянно вопросы введения тех или иных инноваций? Для того, чтобы сохранять в человеке всё самое лучшее, заложенное природой, да, Богом, а не бороться с этим, как мы говорим, вот я борюсь, борюсь с этим и никак. Вот, но не показывает изображение. Сейчас мои помощники помогут. Вот, поэтому, конечно, сохранение вот этой самоценности индивидуя дошкольника это одна из важных задач дошкольного образования, впрочем, как и всего общего образования. Мы с вами прекрасно знаем, что ведущие виды детской деятельности дошкольников, конечно же, прежде всего, игровая. Играть дети должны обязательно в детском саду, и, скажем так, мне не надо вас убеждать, что большинство времени образовательного процесса необходимо выстраивать через игровую деятельность. Это коммуникативное, научить детей общаться друг с другом, со старшими, может быть, в социуме, с совершенно посторонними людьми и так далее. Двигательное, потому что ребёнок-дошкольник активно развивается физически, это необходимо двигаться, необходимо двигаться ребёнку. Познавательно-исследовательское, потому что ребёнок в дошкольном возрасте наиболее часто хочет узнать, он задаёт вопросы, он интересуется, он постигает мир через познание, через исследование окружающих его предметов. Поэтому это тоже необходимый вид детской деятельности. Ну и продуктивное. Почему? Потому что бессмысленный, если мы выделим слово смысл, если ребёнок не будет видеть этого продукта, он не будет понимать, зачем ему это делать, или зачем ему заниматься той или иной деятельностью. Уже в дошкольном детстве ребёнок должен осознавать, собственно, то, что он делает, или будет делать, или должен сделать. Образовательная деятельность, она осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребёнка в дошкольной организации. Ну, о количестве времени мы скажем чуть позже. Но как она должна осуществляться, в каких формах? Ну вот, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, такие виды деятельности должны быть в совместной, то есть партнёрской форме, когда педагог организует совместную деятельность с детьми. И вы знаете, вот когда я говорю об этом, об этом виде деятельности, да, совместной деятельности педагога с ребёнком, да, когда я говорю о равном партнёрстве педагога и ребёнка, да, почему-то не больно вспоминаю нашего замечательного педагога, да, Манашвили, который до сих пор, если он общается с ребёнком, он даже встаёт на ту же высоту, то есть приседает и смотрит глаза в глаза, вернее, общается с этим ребёнком глаза в глаза. Вы знаете, вот я всегда спрашиваю у своих коллег, у педагогов, у дошкольников, а мы как выстраиваем совместную деятельность, ну, чаще всего с высоты своего роста, а не с высоты своего профессионализма. Ну и ещё один вид образовательной деятельности – это в режимных моментах. Образовательная деятельность в режимных моментах. Мы чуть позже всё это подробно рассмотрим. Также организованная образовательная деятельность, собственно, те занятия, да, учебные и так далее. Ну и, естественно, самостоятельная деятельность детей. Дети должны, скажем так, проявлять свою самостоятельность, заниматься самостоятельной деятельностью, но мы всегда помним, что под присмотром взрослого, под таким негласным присмотром взрослого. Образовательная деятельность, она осуществляется в различных видах деятельности, ну и, собственно, охватывает разные структуры, или, как мы ещё их называем, структурные единицы, которые представляют определённые направления развития образования детей. Ну, для нас это всех любимые образовательные области федеральных государственных образовательных стандартов для дошкольников. Какие они? Ну, давайте ещё раз вот так вот. Вы уже, я знаю, наизусть их знаете, да, ну, просто мы их так перечислим. Это социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Мы приветствуем присоединившихся к нам коллег. Включайтесь в разговор, задавайте вопросы, давайте комментарии. Ну, я думаю, здесь не стоит останавливаться. Почему? Потому что вот каждый из этих образовательных областей может вести за собой массу и учебных курсов, и курсов повышения квалификации, и отдельных вебинаров, и так далее, и там подобное. Вот, уважаемые коллеги, у меня к вам будет просьба. Если у кого-то есть какие-то вопросы, которые вас, ну, скажем так, волнуют, да, как профессионалов, вы можете, скажем так, заказать, да, пожелать проведение вебинара, скажем так, с учетом той или иной волнующей вас темы, или тематики, или вопроса. Поэтому, пожалуйста, вот если по этим образовательным областям у вас есть какие-то сомнения, или вы что-то хотите узнать, или обладаете каким-то средством, пожалуйста, пишите. Мы попробуем связаться с практиками и с удовольствием провести для вас такой вебинар. А, возможно, кто-то из вас захочет поделиться своим опытом и предложит нам свои, ну, скажем так, желания в виде автора того или иного вебинара. Мы с удовольствием вам вручим сертификат у трансляции своего опыта в Российской, на территории Российской Федерации. Поэтому мы можем взаимодействовать не только как слушателя и автора вебинаров, но еще как коллеги, как партнеры, да. И здесь вот вы, наверное, сидите, я тоже перед вами сижу, не хочу возвышаться над вами. Ну, а мы идем дальше. Вот они, образовательные области, которые, в общем, протаят в себе океаны возможностей, океаны творческого, скажем так, порыва, педагогического океана, скажем так, инновационных моментов, будь то формы проведения занятий и так далее и тому подобное. Ну, а мы пойдем дальше говорить о содержании образования. Ну, вот, содержание образовательных областей, оно может реализовываться в различных видах деятельности. Ну, вот давайте возьмем ранний возраст, от года до трех. Когда-то были утрачены эти группы, я тоже работала начальником управления образования в городе Волгограде. И знаю эту проблему, потому что был указ того, что... Был указ того, что, в общем-то, соединить, оптимизировать, да, потом совсем убрать эти группы. А ведь сегодня, если мы говорим о заказчике, да, а заказчик – это общество, а потребители – это родители, сегодня возникла вот такая острая ситуация, когда родители нуждаются в том, чтобы их ребенок посещал группы раннего возраста, да, от года до трех. А вот я вспоминаю, моя, например, мама меня отдала в ясли в три месяца. Хорошо это или плохо, но вот что-то из меня выросло. Вот некоторые говорят, да, ребенок должен как можно дольше оставаться рядом с мамой. Наверное, да. Но когда этой маме, ну, скажем так, нечем кормить этого ребенка, то я за то, чтобы ребенок этот получал полноценное развитие и поддержку, и образование в системе нашего дошкольного образования. Как ни странно, но сегодня молодые люди в этом все больше, им больше нуждаются молодые родители, среди которых есть, конечно, и очень большая группа мам-одиночек, молодых и так далее, и тому подобное. Мы видим, как наша жизнь усложнилась с того момента, ну, например, когда я была в возрасте молодой мамы. Но мы не будем о грустном, мы будем о том, как же мы организуем процесс и как мы его понимаем, организуя этот процесс в контексте федеральных образовательных стандартов или же в соответствии с этими стандартами. Ну, в этом возрасте, в возрасте ребенка от года до трех, основная, конечно, деятельность, да, это предметная, ну, и игры. Игры с составными динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, да, мы знаем, что вот дети очень любят играть на улице в песочнице, да, эти наши любимые формочки, пироженки и так далее, лишь бы не накушались этого песка, ну, работа с тестом соленым, эксперименты с водой, эксперименты уже в таких вот интерактивных, скажем так, комнатах, да, ну, что тут говорить, ну, сейчас, ну, просто удивительные возможности. Вот, конечно же, общение со взрослыми обязательно, да, даже вот этих маленьких детей, общение со взрослым и совместная игра со взрослыми, это обязательно. Совместная игра со сверстниками. Дети уже в таком раннем возрасте, они должны вступать в коммуникацию со своими ровесниками, да, это моя игрушка, не бей ее, да, то есть там уже формируются какие-то личностные задатки того человека, который вырастет. Конечно же, это общение должно организовываться только под руководством взрослого. В этом возрасте необходимо обучать ребенку элементарным, скажем так, действием самообслуживания, да, или действием с бытовыми предметами, орудиями. Ну, ребенок должен научаться кушать, да, владеть совком, лопаткой, каким-то, может быть, другими, какими примитивными инструментами и так далее. Вот. Конечно же, в раннем возрасте уже возможно восприятие смысла музыки, восприятие смысла сказок, стихов. Дети раннего возраста очень любят слушать сказки, да, и особенно если эти сказки в стихотворной форме. Вот. И мы видим, что они еще не умеют говорить, но они уже умеют понимать. И это нельзя не учитывать. Ну и, конечно же, рассматривание картинок, двигательная активность, да, опять же, активно подвижные игры и так далее, и тому подобное. Далее, для детей дошкольного возраста, это уже от 3, ну, скажем так, до 8 лет, он у нас считается, это, скажем так, виды деятельности уже расширяются. Ну, здесь какие виды деятельности? Ну, опять остается игровая, ну, игра уже сюжетно-ролевая, да, игра с правилами, другие игры. Коммуникативная, общение, взаимодействие со взрослыми и сверстниками, здесь уже включается вот речь, да, выстраивание речи ребенка. Познавательно-исследовательская, уже не те исследования, которые в раннем возрасте, а исследования объектов окружающего мира и уже постановка экспериментов с ними. Вот. Осуществляется, скажем так, восприятие художественной литературы, да. Вот мы же все представляем, когда мы ребенку или детям читаем эмоционально, да, с изменением интонации, ребенок что он делает? Он тоже копирует эту эмоциональность, то есть развивается эмоционально-волевая сфера личности ребенка. Ну, конечно же, фольклор. Дети очень маленькие, дети дошкольного возраста очень любят фольклор. Если от года до трех восприятие не такое, то от трех до восьми идет полное восприятие. Уже, кстати, после восьми лет фольклор менее воспринимается ребенком. Почему? Потому что если не заложили вовремя вот в этот период от трех до восьми лет, далее ребенок может игнорировать какую-то вот эту фольклорную самобытность, да. Ну и, конечно же, опять развивается самообслуживание и элементарный бытовой труд. Ну, скажем так, какие-то трудовые действия по упорку, наведению порядка. Но мы с вами знаем, да, что сам Пин не все нам разрешает делать. Уход за растениями, да, в группе там или на улице. И так далее, и тому подобное. То есть элементарные трудовые действия. Поэтому, конечно, то, когда мы организуем, это одно. А то, когда мы управляем этой организацией, это другое. Вот я хотела бы обратить внимание на руководителей. Вот там, я знаю, что у нас старшие воспитатели есть, да, или, скажем так, будущие заведующие. Ну, а кто не стремится быть руководителем, это совершенно нормально. Вот то, что мы сейчас проговариваем, всё может быть вопросом внутреннего контроля. То есть это как раз вопросы для методиста, для руководителя, для старшего воспитателя. Это вопросы контроля. Что, собственно, контролировать? Зачем смотреть? Не только за паутиной, там, пылью, грязью и так далее. Вот ещё зачем нужно смотреть. Потому что это наиболее главная функция управления. А сегодня мы с вами говорим об управлении. Так, презентация у нас не хочет переключаться. Ничего, что зависла. Так. Так. Не надо переключить. Всё. Что ещё здесь можно предложить? Какую деятельность, да, или не предложить, даже, скажем так, взять за основу? Это конструирование из разного материала, включая конструкторы, да. Ну, все мы знаем, что сегодня тоже, в общем, достаточно этих и конструкторов, и лего, и, скажем так, в интерактивных комнатах тоже используются такие большие элементы конструкторов модуля. Можно использовать бумагу, природный, иной материал. То есть, вот, конечно же, вот это всё необходимо организовывать, да. Изобразительная деятельность, да, это тоже, в общем-то, элемент образовательной деятельности, без которой нельзя обойтись. Я уж не говорю о таком элементарном, как развитие моторики и так далее, там подобное, это рисование, лепка и аппликация, ну и, может быть, что-то ещё. Это музыкальная деятельность, это уже восприятие понимания смысла музыкальных произведений. Дети начинают петь, причём делают это с удовольствием. Музыкально-ритмические движения, я знаю, что очень много музыкальных занятий проводится, да. Есть даже целая система дополнительного образования детей. Педагоги дополнительного образования в детских садах занимаются, и ритмикой с детьми, и аэробикой, и чем только не занимаются. Ну и, конечно же, в связи с этим двигательная деятельность уже овладения основными движениями формы активности ребёнка, то есть какие-то уже поведенческие функции вырабатываются в ребёнке, да, когда можно прыгать, когда можно скакать, когда можно бегать, а когда можно просто спокойно ходить. Организованная образовательная деятельность, она как бы представляет собой организацию совместной деятельности с педагогом. Здесь мы почему-то, потому что, когда мы говорим о дошкольных группах, мы всегда подразумеваем то, что педагог, воспитатель, он всегда рядом. Но как можно организовать эту деятельность? Можно организовать индивидуально, с одним ребёнком, да. Эту деятельность можно организовать с группой детей, да. И эту деятельность можно организовать с целым коллективом какой-либо группы. Вот, с группой детей я имела в виду как раз те самые подгруппы. Выбор количества детей, он зависит от чего? Ну, конечно же, зависит от возрастных индивидуальных особенностей детей, когда мы хотим выполнить ту или иную образовательную деятельность вместе с детьми, да. От вида самой деятельности, то ли это игровая, то ли познавательная исследовательская, то ли двигательная, то ли продуктивная. От интереса детей к данному занятию, да. Мы, скажем так, негласно делим эту группу по уровням мотивированности, да. Вот эти дети хотят, вот эти дети не очень. Как мы будем выстраивать эти группы? То ли самовлечения из разных подгрупп, то ли, скажем так, ориентируясь на одну группу, другие дети будут пассивными участниками этого действия, то есть зрителями. Ну и, конечно, сложности материала, потому что мы, педагоги, мы знаем, какой уровень развития, общего развития имеет каждый из детей в нашей группе. Поэтому, конечно, вот это вот необходимо всё учитывать. Но при этом ещё и необходимо помнить, что каждый ребёнок, он должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе. То есть, если мы занимаемся таким делением, на группы, то мы всё равно должны учитывать, что своими действиями, своими формами работ, своими применяемыми методами, своими используемыми технологиями, мы должны к окончанию, скажем так, обучения в детском саду привести детей к одинаковым практически результатам, к стартовым возможностям для получения дальнейшего уровня общего образования. Мы не говорим о том, что мы должны подготовить детей в школу. Мы говорим о том, что привести детей к одинаковым стартовым возможностям. Это ещё одна особенность федеральных государственных стандартов. Главная особенность организации образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации на современном этапе – это же, конечно, уход от учебной деятельности, как какого учебного занятия. Мы говорили про те формы, которые используются при проведении занятий. Естественно, это повышение статуса игры как основного вида деятельности детей дошкольного возраста и включение в процесс эффективных форм работы с детьми. То есть сегодня уже, скажем так, очень часто используются, практически повсеместно используются информационные технологии, электронные, скажем так, средства обучения, проектные деятельности. Дети с удовольствием в детском саду выполняют различные проекты, причём не только социального характера, но и других характеров. Даже пытаются делать исследовательские проекты. Это, конечно, и проблемно обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей. Это проблемное обучение, это междисциплинарное обучение. Всё это очень здорово, и это является особенностями организации в условиях введения в ГОС. Но, скажем так, если в школе основная дидактическая единица – это урок, то в дошкольной образовательной организации основная дидактическая единица – это занятия. Вот таким образом занятие, как специально организованная форма учебной деятельности в детском саду, она отменяется. Занятием должна стать интересная для детей специально организованная воспитательной деятельности, вот та специфическая детская деятельность, которая подразумевает активность этих детей, деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире и формирование определенных знаний, умений и навыков. Вот когда мы говорим о том, что мы отказываемся полностью от зум, нет. Как говорят педагоги-личностники, не знающая личность не нужна никому, поэтому на это тоже уделяем особое внимание. Но процесс обучения остается процессом обучения, и так или иначе мы все равно должны ребенка научить, помня о том, что дошкольное образование является ступенью общего образования. Педагоги продолжают заниматься с детьми. Между тем необходимо понимать все-таки разницу между старым обучением и новым. Об особенностях этого обучения мы также уже проговорили. Организованная образовательная деятельность в виде учебной деятельности проводится через организацию детских видов деятельности. Мы о них тоже уже говорили. Как же тут вот, вроде бы занятие как учебное отменяется, с другой стороны, это занятие должно включать в себя образовательную деятельность. Вот, скажем так, какие-то такие парадоксы. Давайте попробуем разобраться и в этом тоже. Вот, ребенок, мы должны это понимать, это объект формирующих педагогических воздействий взрослого человека. Кто здесь главный? Главный взрослый. Он руководит и управляет ребенком. Ребенок и взрослый – это два субъекта взаимодействия. Они оба субъекта взаимодействия. Они равны по значимости. И каждый в равной степени ценен. Конечно, мы понимаем, что взрослый, он старше и опытнее. Но он и умнее, и он должен именно смоделировать, спроектировать вот эти равнопартнерские отношения с ребенком. Вот вам, пожалуйста, занятие приобретает. Иную картинку абсолютно. А не так, когда мы раньше с вами на занятии брали звездочку. Так, дети, смотрим и делаем вот так. Вот сюда заворачиваем вот этот конечек, вот так вот этот конечек. Я научаю, я получаю. Сегодня мы говорим о равном партнерстве. А может быть, педагог вместе с детьми сядет и покажет, но сделав себя для детей не таким уж главным. Тем самым он повысит мотивацию, интересы у детей к педагогу как к личности. Надо же, он тут вот рядом с нами, но он умеет вот это. А я еще этого не умею. Поэтому наше занятие приобретает иную форму. Следующий момент. Это активность взрослого выше, чем активность ребенка. В том числе и речевая. Взрослый много говорит, когда научает. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. То есть мы должны так говорить и так успевать, чтобы ребенок успевал не за нами, а успевал вместе с нами. Поэтому еще один такой серьезный аспект, на который необходимо обратить внимание. Основная деятельность учебная. Но мы говорили о том, что занятие, как учебное, оно отменяется. То есть занятие не учебное занятие, а деятельность учебная. Вот тоже очень важно понимать вот эту разницу. Учебное занятие и занятие с учебной деятельностью. Это решение какой-либо учебной задачи, поставленной перед детьми и взрослым. То есть воспитатель, педагог должен так преподнести цель этого занятия, чтобы дети понимали значимость для них самих этой цели. Зачем вот им это нужно? Зачем из них каждому это нужно? Зачем он должен научиться? Да, я соглашусь с вами, я чувствую какие-то такие вот негласные вопросы. Но это же ребенок. Ребенок. Но у него уже достаточно развитая мыслительная функция. Он мыслит, он думает, и он уже может сомневаться. Поэтому основная деятельность учебная – это решение какой-либо учебной задачи, цель. Это знание, умение и навыки детей. И мы часто наблюдаем за тем, как дети стараются и прикусывают язычочек, и какие-то мимики лица выстраивают интересные, и какие-то жесты интересные, скажем так, демонстрируют и так далее. Все это активность детей, эта активность нужна для достижения этой цели. Вот основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. Мы должны показать так, как сделал бы не взрослый. Мы должны показать так, как сделал бы ребенок. Вот цель – это подлинная активность детей, да, то есть подлинная деятельность детей. А своими знаниями и навыков – это как бы побочный эффект этой активности. Ребенок в процессе этой деятельности не должен акцентировать свое внимание на именно получение каких-то знаний, умений и навыков. Это приобретается как само собой разумещество. Конечно, смоделировать такое занятие не очень просто. Но я еще раз говорю, сегодня существует серьезная система повышения квалификации. Существует она не только в виде каких-то курсов, и обучающих семинаров, и тренингов, и мастер-классов, и обмен опытом, и много всего. Причем и с помощью электронных ресурсов, дистанционных форм, преподнесения материалов и так далее, и тому подобное. Этому всему надо учиться, потому что мы говорим, дети стали другие. Да, дети стали другие. А педагог тот. А для того, чтобы не переделывать детей под таких, какие они нам были поудобнее, мы должны работать над собой. А как мы будем работать над собой? Конечно, не сетуют на то, что, ой, да ей уже надо на пенсию уходить, да уже надо собирать. Не, надо развиваться, надо учиться, надо совершенствоваться, и надо за это уважать себя. Идем дальше. Следующий момент. Основная модель организации образовательного процесса – учебная. То есть и модель должна быть спроектирована учебной. То есть мы-то учим. Это ребёнок не должен до определённой степени понимать, что его хотят заставить учиться. Он должен понимать, что ему необходимо выполнить то или иное действие, чтобы научиться для себя делать вот то-то. Основная модель организации образовательного процесса – конечно же, совместная деятельность взрослого ребёнка. Я ещё раз говорю, равнопартнёрская совместная деятельность. Не возвышаемся над детьми. Не, скажем так, стоим над ними, над душой, да, особенно если он не успевает занять и заказать. Так, Саша, давай, давай побыстрее, давай, давай отложим. А ребёнок, вот он только ваш, дайте ему возможность желать учиться. Он в этот момент желает учиться, когда вот Марья Ивановна стоит над ним, а он вот хочет, чтобы его все оставили в покое, лишь бы дали ему доделать вот то дело. Он желает учиться. Мы не должны гасить в нём это желание в этом ребёнке. И вот опять, да, говорю для руководителей, для методистов, те, которые посещают открытие занятий, открытие занятия, мероприятия, да. Ой, ваши дети, извините, не успели вот это сделать. Вот вам самоанализы вашего мероприятия. Значит, вы не уложились. Коллеги, давайте посмотрим на образовательный процесс иначе. И наоборот, говорю, тем педагогам, воспитателям, которым, возможно, предстоит проведение таких открытых занятий в рамках аттестации, умейте самоанализировать своё занятие и умейте отстаивать правильность своего занятия и аргументировать те, может быть, какие-то внешние факты неуспешности, аргументировать и переводить их именно в успешные моменты. Поэтому идём с вами дальше. Основная форма работы с детьми – занятия, да. На занятия что делают? Как правило, что-то рассматривают, да. Наблюдают, беседуют, разговаривают, проводят экспериментальные какие-то исследования, то есть экспериментирование. Может быть, занимаются коллекционированием, да, особенно от природного материала. Были на прогулке, собрали и вот будем коллекционировать. Читают, реализуют какие-то проекты, делают какие-то мастерские. Посмотрите, сколько, какое многообразие форм занятий с детьми. И опять же, да, вот то ли мы посещаем занятия, да, мы должны обязательно знать, какую форму применил тот или иной педагог. И в какой форме тот или иной педагог наиболее успешен. Вот у кого-то очень здорово получается проводить с детьми наблюдение, у кого-то очень здорово получается экспериментировать и исследовать, да. У кого-то очень здорово получается педагогические мастерские. Коллеги, даже внутри одной образовательной организации, одного детского сада можно собрать такую кладезь вот этих эффективных форм работы с детьми, что просто невероятно становится, да. Как руководитель, вот все-таки у нас основное это как бы слово впереди, управление всем этим, да. И обращаюсь еще раз к руководителям, к методистам, к тем, кто занимается более организацией образовательного процесса в более широком смысле слова. Коллеги, давайте будем находить вот это необычное, да, необычайно интересное внутри своих коллективов. Давайте будем способствовать своим педагогам развиваться, давайте чаще для них создавать ситуацию успешности, привлекать для этого родителей. Может быть у нас родители будут вовлечены в проведение каких-то мастер-классов и так далее и тому подобное. Вот об этом, об этом, конечно же, сегодня необходимо говорить, об этом, конечно же, сегодня, скажем так, диктуют нам и федеральные стандарты, и профессиональные стандарты. Сегодня об этом нам кричит общественный педагог, будь профессионален, и твой статус повысится. Еще один вид деятельности, да, применяются в основном так называемые прямые методы обучения при частичном использовании прямых. Прямые методы обучения мы как бы непосредственно учим, но при частом использовании опосредованных средств. Ну, вот скажем так, экспериментирование, исследование, да. Здесь, конечно, очень сложно проводить это занятие не с помощью прямых методов обучения, но все время опосредованно, через какие-то опосредованные средства. И точно так же наоборот, когда мы используем опосредованные методы обучения, мы, естественно, включаем прямые. Почему? Потому что, например, скажем так, заучивание стишка с детьми, да, какого-то, не обойдемся без прямых методов, потому что есть моменты клише формирования учебных наук, да, без которых мы не обойдемся. Поэтому, конечно, это еще один такой вот особый момент, на который мы должны обращать внимание. Все это, коллеги, еще раз напоминаю, это требование федеральных государственных образовательных стандартов, совершенно нестандартный подход к тому нашему традиционному дошкольному образованию. Это от нас требует общество, от этого от нас требует потребитель, потребитель наш ребенок, потому что они другие. Ну, и еще один момент. Это мотивы обучения на занятия. Ну, мотивация вообще в педагогике, в образовании, наверное, самый серьезный момент, потому что не будет мотивации у ребенка, он никогда ничему не научится, не потому что мы его не учили, а потому что он никогда не захочет этому научиться. Поэтому вопросы мотивации главные. Ну, и что удерживает детей на занятии? Конечно же, на занятии удерживает авторитет взрослых. Но, вот, знаете как, ну, что значит авторитет взрослых? Вот, вы меня извините, уважаемые коллеги, да, я тоже и часто была на открытых занятиях, на семинарах, на педагогических советах, да, вот, все мы говорим правильно. А не больно происходит вот такая картинка. Как повысить мотивацию ребенка на занятии? Да повысить на него голос. Вот, если не так, если вот вы не согласны, вы мне, пожалуйста, в чате напишите. Повысить голос, не закричать на ребенка, а просто повысить интонацию голоса, да, привлечь внимание к тому, что, да, может быть, как-то вот настойчивее сказать. Саша, ты будешь это делать или не будешь? Там, Миша, почему ты все время отвлекаешься? Ведь чаще это все звучит. А ведь удерживает на занятии авторитет взрослого непосредством интонации, непосредством голоса, непосредством сказанными словами, но и сказанными словами тоже. А именно авторитет взрослого, если он не перестает удивлять ребенка. Вот именно авторитет взрослого по, скажем так, пониманию в контексте гуманитарной педагогики, это как раз хорошее, скажем так, хорошее удивление своему учителю. Вот это да! Вот она ситуация личностного развития ребенка. Многие говорят, ну откуда я знаю, личность его развивается или нет. Так вроде руками что-то делает, глазами чего-то смотрит, ртом что-то повторяет. Личностная ситуация развития ребенка, вот она, развитие его метапредметных и так далее, да, это когда ребенок, аааа, у меня получил, аааа, да ты что! И вот, понимаете, искреннее удивление, вот, вот она где. Так ли часто мы можем удивлять своих детей? Чтобы удивлять детей, нам самим нужно становиться людьми удивительными. Вот, вот по поводу зарплаты тоже согласна, но коллеги, вот как раз уместно сказать, коллеги, а если нам в 10 раз прибавить зарплату педагогам, да, а сможем ли мы в 10 раз больше удивлять ребенка? Ответьте мне, пожалуйста, а сможем ли мы его в 10 раз больше любить? А сможем ли мы в 10 раз лучше работать? Я с вами согласна, зарплата должна быть достойной, но разной, как директор, как начальник управления, потому что есть педагоги, которые, труд которых он бесценен, никакой зарплаты не оценится. Потому что родители при встрече, даже когда дети вырастают, кланяются в пояс. Я лично кланяюсь воспитателям своих детей в пояс и низко, в поп, за то, что они делали, как развивали мои детей и вообще какие занятия. А есть воспитатели-смотрители, и такие тоже есть. Ну, вот здесь бы я определила вот стандартную зарплату педагога. Ну, присматривая, слава богу, нас и не прозбивали, руки не ушибли, ноги не поломали. Ну, и тоже хорошо. День прошел, и слава богу. Ну, книжечку прочитала, ну, показала, как лепить. Те зайки, не те зайки получились, у кого-то крысенка, у кого-то мышонка. Тоже, ну, тоже ведь работал. А я говорю о другом педагоге. Мы не можем работать лучше, если мы не видим портрет педагога лучше. Поэтому мы образовательную деятельность сегодня рисуем, скажем так, приближенной к идеальной. И о педагоге говорим, как о массе, о профессионале, об учителе, где все буквы большие, а воспитателе, где все буквы громадные. Потому что нам доверено с вами выстраивать фундамент человека, фундамент личности. Ну, и мы пошли дальше, да. Вот ребенка необходимо заинтересовать, и в этом проявляется мастерство педагога. Да, Татьяна, вот 150 процентов, я с вами согласна, заинтересовать. А заинтересовать – это опять чем-то удивить, чем-то смотивировать, да. Чем-то украсить занятия наши, может быть, какой-то наглядностью, может быть, какими-то игровыми приемами, может быть, персонажами. Вот чтобы наш учебный процесс был неутомительным для ребенка, да, не процессом напряжения, да, не процессом неуспешности самореализации, а именно, чтобы действительно ребенок был успешен, заинтересован, и, скажем так, самое главное, чтобы он понимал, что и зачем он делает, зачем ему это надо. Почему? Потому что подлинная цель взрослого – вовсе не поиграть, не повеселиться, а использовать игрушку, мет, форму, какую-то конструкцию, листочек, да, для мотивации освоения непривлекательных для детей предметных знаний. Если мы все время будем ребенка учить, ему это очень быстро надоест. Почему? Потому что его физиология, его физиологические особенности не позволяют ему еще в этом возрасте быть настолько усидчивым, быть настолько внимательным, быть настолько, скажем так, пластичным для того, чтобы мы могли вот это все впихнуть, что бы нам хотелось. Для ребенка должен быть праздник, да. Причем каждый день праздник, это очень трудно. Милые педагоги, я вам правду говорю, я вас очень понимаю, это очень трудно. Но мы же не просто так пришли в эту профессию, мы же любим свою профессию. Поэтому идем дальше. Все дети обязательно должны присутствовать на занятиях. Каким образом? Я говорила, что есть активные дети, да, вот на этом занятии есть пассивные, но они все обязательно должны присутствовать. Но занимать те роли, которые на сию минуту им наиболее комфортны. Ну вот не выспался ребенок, он пришел, а первое занятие с утра, да, но не хочет он ничего делать, но разрешите ему посмотреть, как это делают другие. Но предложите ему сегодня другую роль, может быть, поэкспериментируйте, может быть, предложите ему роль там, может быть, ведущего, наблюдателя, а может быть, скажем так, роль оценивающего, вот, скажем так, выполнена, а может быть, еще какое-то, да. То есть вот допускается так называемый свободный вход и выход детей, что, в общем-то, конечно, не провозглашает, что это у нас полный бедлам, тут полный хаос, конечно же, нет. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение, интересы, взрослые обязаны предоставить ему возможность выбора. Участвовать или не участвовать вместе с другими детьми. Быть в совместном деле или заниматься чем-то индивидуальным. Ведь при этом мы ему должны, скажем так, помочь разобраться, чтобы он уважал не только себя, но и тех, с кем он сегодня пока еще не готов взаимодействовать. Пусть он взаимодействует, как говорится, бесконтактно, да, бесконтактная борьба там, да, бесконтактный бой. Он вроде бы с ними, но они не взаимодействуют. Вот Марина Владимировна сегодня проводила чтение художественной литературы, детям очень понравилось. Я представляю, что у вас там было невероятно интересное занятие, да. Вот оно, как бы, чтение художественной литературы, оно бесконтактное. Но ведь можно же его так организовать, что дети понимают, что они слушают все вместе. Они делятся какими-то своими, может быть, жестами, опять же, мимикой, возгласами, да, какими-то вот совершенно непроизвольными, совершенно интуитивными. Но им всем интересно, один удивился, а чего же я не удивилась, может, я чего-то прослушал, а надо же как. То есть, вы понимаете, они же заражаются друг от друга. Это, знаете, вот у нас как, у нас один ребёнок начинает плакать в группе, да, что-то там у него произошло, он очень тяжело с мамой или там с бабушкой распрощался утром, да. У нас начинает плакать вся группа. Один ребёнок начинает смеяться, удивляться, у нас начинает удивляться вся группа и радоваться, да. Поэтому мы должны понимать, что вот эта вот заразительность среди детей, она наиболее высока. Образовательный процесс в значительной степени регламентирован, да. Мы понимаем, что у нас должна чётко выполняться циклограмма занятий, да. Мы чётко с вами понимаем, что на что, сколько у нас времени. Это дети удивляются, это дети играются, это детям интересно, здорово, да. Но всякая деятельность должна, конечно же, быть регламентирована. И педагог при этом часто опирается на подготовленный конспект занятий, в котором расписаны и реплики, и вопросы взрослого, ответа на детей. То есть вот она, вот он момент моделирования будущего занятия. Ну вот, конечно, для того, чтобы проводить такое занятие, к нему необходимо готовиться. Я думаю, что Марина Владимировна, например, заранее, ну, не полчаса готовилась к этому художественному, к чтению художественной литературы, она гораздо больше, и предполагала, да, реакцию того или иного ребёнка, и предполагала, как сделать так, чтобы реакция этого ребёнка пошла ему на пользу развития его самого. Ну и для того, чтобы организовать партнёрскую деятельность, конечно, здесь необходимо и включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми, и добровольное присоединение дошкольников в деятельности, то есть без психического и дисциплинарного принуждения, и свободное общение и перемещение детей во время деятельности. Ну и, конечно же, открытый временной конец деятельности, то есть каждый работает в своём темпе. И если кто-то не успел, вот, уважаемые коллеги, это моё личное мнение, да, из моего педагогического опыта, всё-таки надо обязательно изыскать возможность этому ребёнку довести это дело до конца, потому что тем самым мы не просто снижаем мотивацию, а мы отнимаем у ребёнка мотивацию на дальнейшую деятельность. Образовательная деятельность детей в режиме дня, в утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов, это тоже всё нам диктуется федеральным государственным образовательными стандартами. И я думаю, что я здесь тоже больших америк для вас не открою, просто управляя, скажем так, образовательным процессом и осуществляя его методическое сопровождение, мы должны всё это чётко знать и понимать. В общем-то, всё, о чём мы сегодня говорим, это методическое сопровождение образовательных процессов. Цели образовательной деятельности в режиме дня, они у вас на экране, и охрана здоровья, и формирование основ безопасности, и о своём первоначальном представлении, формировании положительного отношения к труду и так далее. Всё это известно, равно так же, как и известная форма проведения образовательной деятельности в режиме дня. И опять, в общем-то, идёт повторение, но тем не менее, я выделила это в особую, скажем так, компанию, как форм проведения образовательной деятельности в режиме дня. Их много, этих форм. Это и подвижные, и оздоровительные, и закаливающие процедуры, и так далее, и тому подобное. Презентации они тоже все имеются, и анализ проблемной ситуации, и игровые ситуации, игры с правилами без, и опыты, и эксперименты, и дежурство, и пассивный, как говорится, труд, и беседы, речевые. То есть здесь, как бы, в общем-то, всё очень известно. И, наконец, такие формы, как вернисаж детского творчества. Это обязательно нужно, причём, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, вернисаж детского творчества предполагает не выставку лучших или наиболее удачных работ детей. Вернисаж детского творчества предполагает выставку каждого. А задача педагога – найти положительные моменты в творчестве каждого ребёнка. И, более того, донести эти положительные моменты, положительные результаты творческой деятельности ребёнка до родителей. То есть нельзя делать неуспешными детей и тем более не затрагивать родительские чувства. Мы должны донести, мы должны мониторить, не сравнивать детей в группе, мы должны мониторить каждого ребёнка от его стартовых возможностей и к тому, к чему мы его приводим посредством наших занятий. По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию организации работы в дошкольных организациях у нас самостоятельная деятельность детей 3-7 лет должна отводиться не менее 3-4 часов. Это и игры, это и подготовка к образовательной деятельности, и личная гигиена. То есть вот она самостоятельная деятельность. Это уже требование САНПИНа, и мы тоже должны помнить об этом и должны это выполнять. Еще один момент в образовательной деятельности играет условия, условия, в которых прибылает ребёнок. Это развивающая предметно-пространственная среда. ППРС по-простому у нас. И я в своё время очень много уделила внимания развивающих предметно-пространственной среде. И я знаю, что и в садах, но все понимают по-своему. Мы опять только обобщаем, повторяем и убеждаемся, правильно мы с вами делаем или нет. И убеждаемся в том, что мы действительно знаем, что же это такое, что оно в себе содержит, как оно должно выполняться. Значит, это содержательный насыщенный, трансформируемый, полифункциональный, вариативный, доступный и безопасный. Я бы, например, остановилась на насыщенности среды. Она должна быть насыщенной, но не перенасыщенной. Иногда такое тоже наблюдается. У нас, как говорится, лучше много, чем чуть-чуть не хватает. Поэтому эта среда должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программ, которые существуют в дошкольной образовательной организации. Чем оно должно быть оснащено? Конечно же, и средствами обучения и воспитания, в том числе и техническими ТСО, соответствующими необходимыми материалами, в том числе дидактическими, это и игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, и милентарем. Все это в соответствии со спецификой программы. Трансформируемость. Здесь все понятно. Эта среда должна изменяться в зависимости от образовательной ситуации. Ну и в зависимости еще от, скажем так, планировки здания. Это тоже иногда у нас, иногда группы становятся залами какими-то там актовыми или еще что-то, или игровыми, или еще чем-то. То есть здесь все понятно. И, конечно же, поле функциональности материалов. Здесь, скажем так, возможность использования различных составляющих предметной среды для, скажем так, опять же, реализации какой-то образовательной задачи. Ну вот здесь вот, скажем так, я тоже привожу вам разъяснение. Ну я думаю, что вы не нуждаетесь. Все это уже как бы на самом деле приелось. Опять, если вдруг я не права, пожалуйста, задавайте вопросы, заказывайте вебинары, мы обязательно прислушаемся к вашему мнению. Вариативность среды. Ну да. Конечно, здесь должны быть в группе разные пространства. То есть мы как бы негласно делим на сектора, на пространство. Ну здесь уже вот как бы умение, вкус, дизайнерские способности каждого воспитателя и так далее и тому подобное. Все, конечно, это особенно вариативность способствует, скажем так, в том числе и мотивации детей к той или иной деятельности. Не перещеркивается. Ага, все. Доступность среды. Мы понимаем, что мы организуем ПРС таким образом, чтобы у нас не было музея, чтобы у нас детям было комфортно, прежде всего, в этой среде. И это среда, которая бы способствовала развитию каждого ребенка. Поэтому доступность среды однозначна. Это не только трогательные функции, но и это функции восприятия, понимания и, скажем так, соответствия детям различных, скажем так, особенностей. То ли это дети инвалидов, то ли это дети СОВЗ, то ли это еще какие-либо дети. Ну и, конечно, свободный доступ. Ну и безопасность. Конечно же, сегодня вопрос безопасности играет очень серьезную роль, потому что, уважаемые коллеги, за это нас и ругают, за это нас и, как говорится, понукают и, скажем так, за это нас и сильно наказывают. Если дети, скажем так, получили ту или иную травму, если дети, скажем так, повредили то или иное свое качество или там задето какое-то качество, да. Имеет ли педагог право заполнять план на каждый день в печатном виде, также в рукописном. Я сейчас отвечу в конце на вопросы, но я к вопросам безопасности. Коллеги, вот безопасность предметной пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требований по обеспечению надежности и безопасности их пользования. Но еще одним, скажем так, серьезным составляющим элементом, не обижайтесь ради бога, является педагог в этой предметно-пространственной среде, образовательной среде. Педагог, он всегда рядом с ребенком. И вот, вы знаете, я бы вопрос безопасности тоже отнесла к нему любимому. Почему? Потому что не так сильно какая-то физическая травма, нанесенная ребенку, все это заживет, все это сравняется. Каждый ребенок может многого достичь, стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рук звездой. Не лезь, куда не бросим. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Каждый ребенок может многого достичь. Танцевать. Ты хуже всех в классе. Побеждать. У тебя все валится из рук. Иметь друзей. Кто ты такая, свое мнение иметь? Стать великим художником. Не задавай дурацких вопросов. Быть самой красивой. Создать семью. Ты мне больше не дочь. С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради лучшего будущего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот таким образом мне хотелось бы завершить сегодняшнее наше занятие, что, конечно, дети, они достойны лучшего. И мы, взрослые, должны понимать, думать о том, что мы делаем с детьми, как мы их развиваем, как мы их воспитываем. И, конечно же, должны рефлексировать свои эмоции, свои чувства, свое поведение, потому что мы не просто взрослые, потому что мы не просто педагоги, потому что мы профессионалы. Достижение нового качества дошкольного образования и личности ребенка возможно только при условии повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Поэтому нам с вами, уважаемые коллеги, я пожелаю совершенствоваться в профессиональной деятельности, расти в личностном плане и, самое главное, быть здоровыми, чтобы этого здоровья у нас хватило на все то, что мы с вами получаем обратно от уровня нашего профессионализма. Иногда не очень достойную зарплату, иногда не очень вежливых и внимательных родителей, иногда не очень благодарных учеников, иногда, ну, скажем так, иногда недовольство самим собой. Мне хотелось бы, чтобы все было наоборот, чтобы ситуация успеха присутствовала в жизни нашей, в жизни нашей профессиональной и в жизни наших детей. Поэтому я вас, как бы, благодарю за сегодняшнее участие, за сегодняшний вебинар и с удовольствием отвечу на вопросы. Вот имеет ли педагог право заполнять планы на каждый день в печатном виде и также в рукописном? Да, педагог может в любом виде заполнять эти планы. Почему нет? Ведь нигде нет никакой номенклатуры или законодательного акта, приказа какого-то, да, как писать рабочий план, да, занятия. Ну, есть какие-то методические рекомендации, но, коллеги, мы должны понимать, там, где написаны методические рекомендации, это лишь рекомендации, которые бы помогли каждому педагогу, каждому воспитателю осуществить, собственно, авторскую педагогическую деятельность. Поэтому элемент авторства, элемент, скажем так, печатной или рукописной, мне кажется, уже не имеет столь важного значения. Но никакого законодательного документа, определяющего, в каком виде должен быть выполнен план, нет. Коллеги, если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. По поводу зарплаты я с вами согласна на 100%. Марина Владимировна, это, конечно, здорово. Я благодарю вас за благодарность и мой адрес за материалы. Я с удовольствием с вами поделилась. Но я хотела бы сказать, что наш разговор сегодня не закончился. Следующий вебинар, то есть мне хотелось бы вот это методическое обеспечение образовательного процесса и управление этим процессом продолжить дальше. Это будет цикл вебинаров. Пожалуйста, следите за нашим расписанием вебинаров. При проверке план требует прошитый. Ирина, могут требовать прошитый план только в том случае, если у вас есть локальный акт, который закрепляет те или иные правила подготовки плана работы. Если нет такого локального акта, прошивки этой не требуются. Почему? Потому что есть государственные стандарты именно по тем документам, которые необходимо прошивать, нумеровать и скреплять печатью. Это, скажем так, авторский интеллектуальный труд педагога. Его могут проверить только в том случае, если, скажем так, результаты образовательного процесса претерпели какой-то крах или неудача, или что-то вот такое. Но, опять же, нет, я знаю, нет таких требований к прошиванию вот этих материалов. Можете ли вы, Марина Владимировна, задать вопрос, можете ли вы представить план на половину рукописной, на половину печатной? Ну, вы знаете, в принципе, я вот, например, не возражаю, да, и я думаю, что нет нигде документов, которые бы чётко регламентировали. Но просто, скажем так, более эстетично или, я не знаю, более, скажем так, осмотребельно ваш план бы смотрелся или полностью рукописный, или полностью печатный. Но сегодня при, скажем так, развитой системе информационных технологий, конечно, больше просят, не требуют, просят, чтобы все материалы педагогов, да, будь то планы, рабочие программы так далее, были в печатном варианте. Но если нет такой возможности, ни один руководитель не вправе от вас потребовать и не печатный материал. Опять же, есть ГОСТ, инструкция по делу производства образовательных организаций, где о рабочих планах, программах воспитателя ничего не сказано. Есть общие, скажем так, общеорганизационные документы, которые закреплены в приказе по основной деятельности, да, и там все это прописано. Опять же, если у вас только не такие вот руководители, высокопоставленные, но я не думаю, что это есть, и они там с вами локальным актом что-то такое могли закрепить, это, ну, скажем так, это не имеет законных оснований. Вот. Они могут порвать и сказать, что плана нет. Вот. Вы знаете, Ирина, ну, я тогда вам вообще сочувствую, потому что с таким руководством очень сложно, наверное, работать. Они тогда смогут и не заметить главного, что у них есть дети в образовательной организации. Вот это ужасно. Вот. Поэтому, ну, что я могу коллеге пожелать? Я могу пожелать только одного. Чтобы отстаивать свои права педагога, нужно быть профессионалом, действительно большим профессионалом. И только тогда, как правило, таких педагогов оставляют в покое. Я и сама это проходила на личном опыте. Вот. Поэтому, ну, что я хочу пожелать, опять же, вам совершенствоваться, развиваться, становиться профессионалами, становиться умнее их, а стало быть, не спускаться на высоту своих руководителей. Вот. Ну, а еще, еще, мы же с вами работаем с детьми, и мы их учим коммуникации, да? Мы их учим тому, чтобы они выстраивали коммуникационные связи с разными окружающими их людьми. И взрослые разные, и дети разные. А стало быть, мы должны их научить главному договариваться. Вот давайте попробуем сами отработать эту технологию и научимся договариваться с разными людьми. Такие они, не такие руководители. Мы должны с ними договориться, потому что мы хотим работать, потому что нам нравится с вами эта работа, да? И мы выбрали эту профессию по золу сердца. Бухгалтерия при проверке, ну, бухгалтерия при проверке вообще не имеет права, скажем так, и доступа к методическим материалам. Учебные планы, рабочие программы – это все методические материалы. Их это не должно как бы трогать. Я не знаю, в связи с чем бухгалтерия у вас проверяет тематическое планирование или планы конспекта занятий. Это как-то отражается на подсчете заработных плат. Вот у меня тоже была своя бухгалтерия, но уж простите, планы работы у учителя они не касались. Вот, поэтому нет, вышестоящая бухгалтерия, тем более. Бухгалтерия, скажем так, не орган Рособранадзора и не орган, который, скажем так, подтверждает или не подтверждает уровень квалификации педагога. А методические материалы относятся к уровню квалификации. Бухгалтерия, КРУ. Ну это вообще смешно. Вообще впервые такое слышу. Вот просто впервые, какой-то нонсенс. Если у вас будет желание пообщаться, вы можете написать на почту. Я на втором слайде, на втором, да, вот на этом слайде есть моя электроночка. Пожалуйста, пишите. Вот здесь вот проказывают нижние подчеркивания ОГЭ. Вот здесь вот нижние подчеркивания. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...